Во-во, спасибо, аплодисменты, это как здорово, как классно, я так рад, что вы меня так любите. Итак, сегодня мы будем с вами говорить о MySQL. Сначала доступность MySQL, потом еще MySQL в облаках. Но до этого пара важных организационных вопросов. В общем, здесь у нас есть на столе разные такие хорошие сувениры. Даже от нашей любимой неопределившейся компании MyCom-MyRuGroup. Здесь будут раздаваться в конце лотереи и также за хорошие вопросы. Кто участвует в лотереи, идея вот какая. Мы берем вот эту бумажечку, на нее пишем имя и кладем вот в этот стаканчик, и в конце мы разыграем. А, имя, фамилию, да, ну в общем, что-нибудь такое, чтобы мы его смогли опоздать. Опознать. Если у кого очень неуникальные фамилии, то можно добавить еще имейл-адрес или какую-нибудь другую идентификацию, типа лысый или с голубыми глазами, чтобы могли опознать самое главное. Ну ты же просила весело, правильно, Вероника? Ну вот, мы будем весело. Так, следующий вопрос. Вот мы еще раздаем такие классные стикеры. Эти стикеры можно брать абсолютно бесплатно, без лотереи. Они берутся целой страничкой. И на самом деле секрет. Вот если вы все думали, как бы мне заклеить лаптоп стикерами, но вот не знали какими, то эта вот штука прекрасно покрывает весь 13-дюймовый лаптоп. А если у вас 17-дюймовый лаптоп, то вы берете два, видите, разноцветных, они покрывают лаптоп до 17 дюймов. У нас вот такая очень классная маркетинговая инициатива. Ну и также вы можете познакомиться с такими вот маленькими бумажечками про наши продукты. Percon SDV Cluster и Percon Monitoring Management. Кому интересно, почитать. Можете потом прийти домой на работу, скачать, посмотреть. Это тоже можно. Так, ну вот Костя, разумеется, меня представил очень красотко, типа это Петя. А мне нужно все-таки, чтобы приехать и отчитаться перед нашими ребятами с маркетингом, все-таки вам рассказать, кто такая Percon и с чем нас едят. Чем мы занимаемся в Percon? Мы занимаемся вообще пропагандой, скажем так, открытых баз данных. Прежде всего мы сейчас занимаемся MySQL и MongoDB. Но в дальнейшем этот список, мы думаем, будет расти. Значит, собственно говоря, как мы зарабатываем деньги? Ведь кроме поддержки open source нужно как-то и деньги зарабатывать. Мы это делаем, потому что мы предлагаем услуги по поддержке, по менеджмент сервису, по консалтингу, тренингу. Мы помогаем компаниям перейти с закрытых базах данных, неправильных баз данных, таких как Oracle, Microsoft SQL Server, на такие базы данных, как MySQL. Вот так вот. Чем еще интересен, может быть, даже необычен наш бизнес? То, что несмотря на то, что мы делаем разные программы обеспечения, которые имеют, называется Percon, что-то там, мы вообще поддерживаем широкую экосистему. MySQL и MongoDB, такие вещи, как MySQL оригинальный от Oracle, MariaDB, MongoDB, также и клауд-решения от Amazon, как Amazon RDS, также и Google Cloud SQL. То есть, что бы вас не использовали в сфере MySQL и MongoDB, мы готовы вам с этим помочь. Ну и программа обеспечения. Может, вы что-нибудь из этого слышали. Может быть, что-то даже используете. Вот это вот наши основные продукты. Все продукты наши, программные продукты, они 100% открытые продукты. То есть, у нас нет какой-нибудь специальной коммерческой версии или то, что называется open-core версия, которая доступна только если вы покупаете наш подро. У нас как бы мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть, вы используете наш софт. Он весь совершенно открытый. Если вы хотите воспользоваться нашей поддержкой, то она производится на тех же самых пирконовых продуктов, но уже, конечно, за деньги. Итак, значит, MySQL, high-ability, высокая доступность. Ну вот, интересно, вот с вашей стороны, если говорить о высокой доступности, вот как вообще вы видите это, определяете? Вот молодой человек, что вы думаете, такое высокая доступность? Ну, а почему я? А почему я? Ну, а вот ты нарвался просто. Приходил, много вопросов, спрашивал. Вот инициатива наказуема. Окей. Ну, для начала, кто не знает, что такое каптеорема? Есть такие люди в задании? Мультимастер, скажи, мультимастер. Мультимастер это плохо. Ну, высокая доступность в народе, это обычно у тебя есть две тачки, например, одна из них дохнет, а у тебя переключается на другую. Вот тебе высокая доступность. Ну, хорошо. Кто-нибудь еще хочет высказаться, у кого-то наболело? Ну, иди сюда, тогда расскажи. Алексей, это Камраснет. Мультимастер интересует. Настоящий, живой мультимастер, чтобы была балансировка запросов, чтобы нормально не хватать сплитбрейна и все остальное. И, ну, вот там чуть подальше, я надеюсь, вы будете раскрывать тему по поводу облаков. Но самое главное, мультимастер из коробки. Окей. Мультимастер из коробки. Окей, отлично. Понятно. Ну что ж. Хорошо. Так. Ну, значит, если мы говорим про высокую доступность с моей точки зрения, вот если это можно сказать очень просто, что у нас есть база данных, у нее есть клиентов. Если мы можем обслуживать наших всех клиентов, которые к ней всегда, то мы можем говорить о ней как высокодоступной в самом высоком порядке. Что здесь на самом деле интересно и с чем мы часто очень сталкиваемся, что на самом деле, что производительность и высокая доступность, они очень между собой так интересно связаны. Что на самом деле, если админы могут или администраторы базовых данных а между собой рассуждать, это вот база данных лежала или она просто жестоко тормозила, с точки зрения пользователя на самом деле это одно и то же. Если у меня как бы там веб-сайт не грузится, там запрос не выполняется, то это, грубо говоря, даунтайм. Как мы можем, собственно говоря, мерить нашу высокую доступность? На самом деле здесь есть несколько вот таких подходов. Один, наверное, вы слышали уже, сколько-то там, сколько девяток, там три девятки, пять девяток, говорят, сколько у нас процент доступности. Если 99,9% времени, то это у нас три девятки. Другой, на самом деле, интересный подход, который сейчас начинается к подходу измерения высокой доступности, это когда мы можем смотреть на число запросов, которые приходили к базе данных или приложению, там, IBI, которые выполнились и были выполнены успешно. Но почему такой подход начинает применяться? Потому что часто, если нам говорить вообще на надежность, она может быть не настолько белая или черная. Может быть так вот, что у нас что-то сломалось, что вот у нас один из серверов, например, отвечает на запросы правильно, другой дает ошибки. Как у нас система? Доступна или недоступна? С точки зрения девяток сложно говорить в данном случае о системе. С точки зрения запросов мы можем говорить, что вот мы в такой момент времени было только 50%. Интересно вот еще что. что для многих из нас может казаться, что стопроцентная доступность это как бы такой вот эталон и гол. Здесь интересный подход ребят из Booking.com. Знаете, нет такой веб-сайт? Популярен здесь? Или не очень? Или только когда… Ну, что? Ну, популярно. На самом деле, я не думаю, что у них Booking.com единственный бранд. Наверное, у них есть что-нибудь и другое, что вы знаете. Может, просто я не знаю. Вот у них интересный подход к высокой доступности. Они говорят о том, что у нас есть такая штука, как downtime budget. То есть это значит, что у нас есть какой-то бюджет, сколько мы должны не работать. И на самом деле менеджмент не хочет, чтобы мы были доступны 100%. Почему? Потому что если мы доступны 100%, то это очень сильно тормозит инновацию. Все боятся что-нибудь кривыми ручками сломать. Правильно же? Вот. Потому что, ну, любое изменение кода, да, там, или инфраструктуры – это риск. Вот. И такой вот цели, во сколько мы хотим этих девяток иметь, да, там, и иметь такой, скажем так, бюджет по недоступности, в их случае позволяет увеличить, ну, сделать бизнес более успешным. Вот. Следующая интересная, да, штука. То есть если мы говорим про высокую доступность, опять-таки, с высоты птичьего полета, то достигается она, наверное, двумя такими путями. Во-первых, мы хотим, чтобы у нас система лежа ломалась, ложилась, да. С другой стороны, мы хотим, чтобы если у нас что-то случилось, мы ее могли как можно быстрее исправить. И что очень хорошо, при дизайне систем всегда фокусироваться на обе из этих подход. Потому что нет таких систем, которые никогда, которые абсолютно не пуль непровиваемые, да, там, которые могут, ну, никогда не ложатся. то вот интересно есть такая система MySchoolCluster. И вот многие годы у нее была какая интересная проблема, да, что вот, что вообще говоря, у нее все дублируется, да, но данные хранятся в памяти, есть такой отложенный чекпоинт. И если у вас вдруг что-то случилось, например, пропало, там, питание, да, всей системы, то восстановление этого кластера, перестройка всех этих индексов, структур в памяти, она могла занимать многие-многие часы. то есть это вот пример приложения, где система, где с одной стороны она задизайнена, чтобы редко ложиться, но уж если она упала, то восстановление у нее может быть значительно дольше, чем у других систем. Вот. Ну, с точки зрения доступности, да, мы говорим про MySQL доступность. Но вообще, прежде всего, обычно пользователей, босса, да, большого босса, по крайней мере, интересует прежде всего доступность не непосредственно MySQL, а всего приложения. И MySQL это всего лишь один из компонентов, это, на мой взгляд, очень важно поменять, потому что достаточно часто проблемы возникают с чем-то, с чем-то другим. И вот с чем мы часто сталкиваемся, что в высокой доступности важны как технологические, вопроса, так и вопросы, связанные с бизнес-процессом и организацией. С точки зрения технологии, ну, здесь все достаточно просто. Да, мы говорим о том, как построить нашу вот эту вот высокодоступную систему. и с этой стороны у нас будет очень большой фокус на MySQL и это о том, чем мы будем говорить сегодня в основном. Ну и с точки зрения процесса, это тоже достаточно важно о том, как мы можем управлять этой системой так, чтобы не вносить, скажем так, неприятности. Я вот когда писал это все, думал, ну, я часто летаю на самолетах, понятно, это вот одна из систем, где проблемы, они достаточно бывают неприятными, да, там могут стоить много человеческих жизней. Вот здесь можно посмотреть, да, что с одной стороны, как технологическая система, самолет достаточно, ну, хорошо задизайнен, да, там у него там два двигателя, где он может обычно лететь, ну, как минимум, да, достаточно может долго лететь на одном, там дублирование многих систем, но при этом есть еще куча вот этих вот процессов, где там бегают люди, они там все проверяют, есть там чек-листы у пилотов, как все проверить перед тем, как взлететь. И вот на самом деле для действительно высокой доступности приложения нам требуется примерно то же самое, да, не только технологические аспекты, но и организационные. Господа сзади, вот можете пройти, здесь есть несколько спереди свободных мест, я думаю, для всех хватит. Вот. Больше никто не хочет? Нет? Сзади хорошо, можно сбежать в любое время. Ну, хорошо. Значит, что следует сказать про процессы? Ну, на самом деле список не подлинный, но я хотел поговорить про некоторых вещах, которые важны нам для создания систем, которые получаются высокие и доступные. Ну, во-первых, это банальное тестирование. То есть, с чем мы сталкиваемся, что очень многие системы ложатся не из-за того, что вот MySQL какой-нибудь глючный, или железо упало, а просто из-за каких-то ошибок в разработке. Например, написали запрос, не подумали, какой он дорогой, засунули его в продакшн, он прекрасно положил. Да, все. Сколько бы там у нас не было узлов в кластере, плохой запрос положит все. Кто-нибудь сталкивался с таким? Вот, отлично. А кто-нибудь у нас есть герой, который скажет, да, я так делал. Вот, видите, есть герои. Молодцы, ребят. Вот, ну, это правильно. То есть, нужно тестировать код. Понятно, да? Следующий момент, с которым мы часто сталкиваемся, что очень хорошо, когда разработчики, опытные, или же DBA, проводят ревью, дизайн, схемы, табличек, запросов, когда не просто разработчики создали что-то, оно пошло в продакшн. Тестирование производительности и capacity в плане, то есть, насколько у нас действительно система способна выдерживать ту нагрузку, на которую она рассчитана. Часто мы видим тоже ошибки с этим, связанные, что люди, может быть, предполагают, скажем так, ну, скажем, вот, у меня это все работало на табличке из тысячи строк, ну, если будет табличка там в миллион строк, да, там, ну, все, наверное, будет работать то же самое. А если запросы плохо записаны, там, дизайн плохой, то все может, ну, с ростом данных у нас сломаться. С точки зрения операционки или операционных вещей, что очень важно, это чтобы у нас в приложении был, ну, и не только в приложении, да, там, в базе данных тоже понятный вполне процесс, как можно откатиться. Ну, например, апгрейд MySQL, да, особенно для Major Versies не всегда происходит просто, да, то есть иногда мы сталкиваемся с чем-то, что какие-то запросы сломались, не работают, тормозят. Нужно всегда понимать, как мы можем откатить. То же самое касается вашего кода в приложении, да, если что-то у нас вдруг обнаружилось, что не работает, нужно иметь возможность откатиться. Вот. Другая еще тоже интересная практика, с которой мы сталкиваемся, хорошая практика, это если вы сделаете, делать какой-то новый код, новые фичи, очень хорошо иметь возможность их быстренько отключить, да, там, если они в продакшене, если как-то начинают влиять на базу данных. Одна из таких интересных практик у некоторых людей, даже это, когда фичи, скажем так, новые фичи деплоются в выключенном виде, где они там начинают постепенно включаться для какой-то порции пользователей, да, там и только когда уже, ну постепенно, когда мы уже в них получаем полную уверенность, они становятся доступны все сто процентов. Ну и, конечно, конечно, как мы говорили, нам для высокой доступности важно, как мы можем быстро решить проблему и обратно поединять систему, нужно, чтобы вам было понятно, что у вас происходит с on-call, да, может ли вы быстро достучаться, например, для разработчиков, которые вам помогут что-то понять и разрешить или нет, да, то есть мы тоже сталкиваемся со своей стороны, что часто проблема, что вот люди, не знаю, в пятницу сдеплоили новые коды и ушли на длинный уикенд, да, там у них все сломалось и кому-то, кто этот код не знает, приходится с этим разбираться, вот, тоже создает большие проблемы в высокой доступности приложений. Вещи все сами по себе очевидны, но на самом деле очень часто сталкиваешься с тем, что они не все соблюдаются. Ну, если мы говорим вообще о высокой доступности, обычно она достигает за счет какой-то у нас избыточности, за счет того, что у нас есть избыточность на уровне серверов, наиболее типичная, о чем мы говорим. То же самое нужно нам обеспечивать на уровне сети обычно, там дублируются как сетевые каналы, как свечи или другие девайсы. Ну, и также, если нас интересует вообще хорошая высокая доступность, обычно нам требуется больше, чем один дата-центр, если мы планируем с точки зрения модели нашей высокой доступности, что весь дата-центр может упасть и сломаться. А вообще с точки зрения высокой доступности обычно мы работаем с двумя такими типами компонентов. Одни из них называются стейтласс, но такие, как веб-сервера. Другие стейтфу, но такие, как база данных. Со стейтласс обычно с высокой доступностью у нас все очень-очень просто. Мы можем их иметь какое-то число копий, если упало поднять еще одну, с ними по этому поводу обычно проблем не возникает. С точки зрения базы данных эта проблема значительно более тяжелая, потому что база данных нужно поддерживать то, что называется состояние. Что такое состояние? Состояние это все данные, которые есть, любые изменения. Мы сделали транзакцию, мы ее закомитили с точки зрения такого научного языка. Это значит, что у нас изменилось состояние. Значит, интересно, если мы говорим о высокой доступности, мы еще говорим о базе данных, о чем-то как черном ящике, о чем, какими вопросами мы обычно будем думать, что нам важно. Во-первых, это durability. Кстати, как durability по-русски? Кто-нибудь не может подсказать? Костя, ты у нас главный лингвист здесь? Долговечность. Долговечность? Да, долговечность. Ну, ясно. Ладно, я буду лучше durability использовать. Долговечность мне не нравится. Живучесть. Но неважно. С точки зрения базы данных, что значит durability? По большому счету, насколько надежно данные наши сохранились. То есть база данных, если мы говорим с данными, которые серьезные, которые нужны, что мы хотим, чтобы надежная база данных с высокой доступностью нам обеспечивала. Что если мы закоммитили наши базы данных, приложение получило ответ, что транзакция прошла успешно, что бы там ни случилось, эти данные не потерялись. Правильно же? То есть это один такой важный критерий. Второй критерий, который мы часто говорим про наши базы данных с точки зрения высокой доступности, это что у нас происходит с тем, как видны данные. Например, в MySQL классический мастер слейв репликации мы записали данные на мастер, когда они будут видны у нас на слейве? Кто-нибудь знает? Правильный ответ когда-нибудь. То есть если повезет. В принципе, MySQL репликация асинхронна. Никаких гарантий о том, когда данные, которые мы записали на мастере появятся на слейве, их, собственно говоря, нет. Это, по крайней мере, надо понимать. Возможно вокруг этого строить как-то приложение, чтобы этого не соблюдалось. Дальше вопрос еще, какие у нас сбои система может нормально переваривать и что при этом происходит. Вот тут человек говорит правильно, что бы у нас при сплитбрейне все не разваливалось. То есть это одна из таких моделей сбоев, когда у нас происходит такой сбой в сети с спортичным кластером, который мы хотим, чтобы система с ним работала. На самом деле их может быть много разных. Например, кто-нибудь не читал про white paper про Amazon Aurora? Никто не читал? Там интересная у них очень идея, что они делают репликацию данных на уровне storage, не на уровне логических данных MySQL. и они утверждают, что они нашли, что для высокой доступности им нужно держать высокой доступности и производительности им требуется держать 6 копий данных. Почему 6? Потому что они хотят распределить данные по 3 availability zones и в каждой availability zone они хотят держать как минимум 2 копии, потому что говорят, в клауд у нас постоянно есть фоновый шум, который создает задержки. Если у нас была бы только одна копия в каждой availability zone, то иногда были бы протормозки на несколько секунд, когда та копия конкретно недоступна. То есть у них такая достаточно сложная модель, в рамках которой они пытаются работать, которая требует 6 копий данных. Ну и на самом деле производительность. Что следует понимать про высокую доступность? Что высокая доступность у нас никогда не бесплатна. И чем больше мы хотим получить гарантии о том, что наши данные были железно сохранены и мы их сразу видеть, тем на самом деле скорее всего более дорого это будет. Особенно если мы говорим про какие-нибудь географически распределенные кластера, так как к сожалению никому не удалось еще решить проблему скорости света. Даже Косте Осипа с Тарантулом не удалось решить эту проблему на текущий момент. Да, Костя? Сложен закон о физике про мать. Но вот если кто-нибудь решит проблему скорости света, приходите к Косте, я думаю, он вас возьмет на работу. Следующий. Понятно, что если мы говорим про наши стейтфул системы как базу данных, то высокая доступность всегда достигается путем того, что мы будем поддерживать некоторое число копий данных. То есть как минимум в самой базовой майской репликации это будет две. В некоторых случаях, как мы говорили Amazon Aurora, они считают, что для них нужно минимум шесть копий. Многие люди используют три копии как разумное число. Но какое-то число копий нам потребуется. На самом деле копию можно поддерживать на разном уровне, но наиболее типичное и на чем мы будем фокусироваться сегодня, это когда мы делаем какую-то поддерживание копий этих данных через один из вариантов MySQL репликации. Какие вещи имеют смысл, о каких вещах будем говорить для каждой MySQL репликации технологии? Во-первых, как работает репликация внутри механика всего этого. Следующий вопрос. Кто и как у нас вообще находят сбои в кластере? Например, может показаться странным, но если вы знакомы с MySQL репликацией, то на самом деле там нет встроенной никакого системы определения сбоев. То есть если у вас был какой-то слейв, он сломался и больше трафик не получает с мастерем по какой-то причине, он при этом будет прекрасно отвечать на запросы на чтение и ничего сам по себе делать не будет. Ну и соответственно, как именно у нас происходит вот эта вот проблема failover, кто ее делает, чтобы наше приложение продолжало работать, даже если ресурс сломался и восстановление. Значит, что у нас есть в MySQL? О каких опциях по крайней мере я буду говорить? Ну, MySQL репликация, или MySQL классическая репликация, во-первых. MySQL групп репликация и MySQL InnoDB Cluster. Ну и Galera и Leoperconex ReDB Cluster. Вот эти вот три наиболее типичные репликации, с которыми мы сталкиваемся. Кто-нибудь использует что-нибудь еще более экзотичное с MySQL? Нет? Нет. Вот. Хорошо. Что у нас MySQL стандартная классическая репликация? Ну, как у нас работает MySQL классическая репликация, по большому счету? Мы записываем данные на мастер, они пишутся в то, что называется у MySQL бинарные логи, куда у нас записываются изменения. Дальше они передаются на слейв, который применяет эти же самые логи. И если повезет, то получают те же самые данные. Что у нас, какие свойства у MySQL репликации? Во-первых, это полностью асинхронная репликация. То есть это в своем умолчании, если вы записали данные на мастер, то она дает очень мало гарантий. Во-первых, при данных записании на мастер никаких гарантий о том, что они попали на какой-нибудь из слейвов не дается. То есть, если мы записали данные на мастер, получили ответ приложению, через одну миллисекунду пропало питание или еще что-нибудь, сервер сгорел, то данные могут быть безвозвратно потеряны, потому что они не были реплицированы на сервер. Ну и понятно с точки зрения как видны данные, тоже их не будет видно на наших слейвах пока данные пока они до туда не дойдут и не будут там примены, что может занять определенное время. Что вот интересно про эту асинхронность прежде всего, что она такая достаточно хитрая штука, что очень часто когда вы работаете с маленькими приложениями, может казаться, что данные реплицируются практически мгновенно. И часто разработчики не думают, не понимают, что асинхронность реально означает. Вот я записал данные на мастер, после этого я зарефрешил мою страничку в браузере, она уже сходила на слейв и данные там появились. С точки зрения это вам на самом деле или вам так только повезло. Данные могли туда и не успеть появиться. И при высокой нагрузке вот эта вещь, которую называют replication lag, она обычно увеличивается. Более того, она может увеличиваться, если вы делаете какие-то, может, не очень большая нагрузка, но ряд запросов у нас тяжелый и меняет много строчек. то есть, если я, например, изменяю в таблице сразу миллион строк, то вот эта вся транзакция будет реплицироваться как одна большая транзакция в майской репликации. Пока она не будет реплицироваться, все будут, в большинстве случаев, по крайней мере, все будут ждать, пока она не пройдет. Поэтому я бы рекомендовал всегда, когда вы работаете с репликацией, мониторить, насколько она у вас может отставать в вашем случае. И особенно для тестирования создавать себе в development environment задавать какой-нибудь replication lag на development сервере. 5 секунд, 10 секунд, что-нибудь в этом роде. В новых версиях MySQL просто это можете задать как репликации как параметр репликации. И это позволит тестировать приложение нормально, то, что они готовы правильно работать с репликацией, если она лагает. С точки зрения определения сбоев, репликация в себя ничего не включает MySQL. То есть, если у вас приложение ходило напрямую на мастер, мастер упал, это на ваше усмотрение, как вы хотите это приложение заредиректить на слейв, какой слейв может запромоутить как мастер. Но будем говорить чуть позже о инструментах, которые для этого существуют. Следующий момент. С точки зрения то, что называется provisioning. У нас есть мастер, мы хотим создать слейв. Как нам это сделать? Это делать приходится достаточно вручную. Майсской репликация требует, чтобы вы инициализировали слейв с какой-то эталонной базой данных, которая соответствует какой-то позиции на слейв. Например, ее восстановили из бакапа. Или же просто скопировали данные со слейва каким-то образом. Но никакого встроенного механизма нет. Это тоже приходится делать вручную. Ну и еще интересно, что майсской репликация позволяет нам делать множество разных топологий. Мы можем сделать мастер, у которых несколько слейвов. Можно это сделать в несколько уровней. Мы можем в новой версии майсской 5.7 делать наоборот, когда у нас один слейв читает данные с множества мастеров. Даже можно в этом граф, который у нас получают, сделать циклы, если очень хочется. И, например, в самом простом случае сделать репликацию с топологией кольцо. Можно, но не нужно. Я хочу сказать, что майсской репликация очень гибкая с точки зрения, какие топологии можем поддерживать. И, в принципе, она поддерживает возможность записи на любые узлы в этой топологии. Но при этом, поскольку майсская репликация не включает в себя никакой обработки конфликтов, обычно это делать не стоит, это чревато проблемно. Ну, понятно, что если у нас есть две узлы, мы на них пишем какие-то данные, они реплицируются асинхронно. Что? Никогда так делать не стоит? Ни в в случае, если у нас топология кольцо или две точки, когда мы записываем айдишники, то у нас уникальный ключ всегда может сделать плитбрейн и у нас репликация сломается. Так что в любом случае, если у вас в базе есть хоть один индекс, у вас по-любому что-то сломается. Ответить? Ты хочешь, Костю сказать? Давай мы вовлечем гиганта мысли отца русской демократии Костю. Не пробовали использовать автоинкремент овсет? Но в любом случае это будет сдвиг на какое-то значение и эти значения у вас у каждой реплики будет свои айдишки. Есть люди. То есть мир богат. Вот после таких людей я и разгребал. Ты просто говоришь что действительно это очень как называется обоюдоострое ружье? Да, обоюдоострое ружье. Именно так это называется. На самом деле интересный момент. Есть наиболее такой простой случай. Два узла которые реплицируются один в другого и мы хотим на оба из них писать. На самом деле Костя правильно говорит. Есть такая штука автоинкремент offset и инкремент где мы можем наши автоинкремент значения развести на разных узлах. Но к сожалению это не позволяет полностью решить проблему. Для вставки эта проблема решает. Но часто эта проблема позволяет маскировать вместо того чтобы решить. Потому что если у нас будут идти уже апдейты на этих разных узлах, то они данные могут сделать неконсистентные. Правильно, Костя? Можно еще дополнить. Вообще тут вокруг этой синхронной репликации целую теорию выстроили. Коммутативные реплицируемые типы данных. И вот React человек. Он пытался делать бизнес. Он говорил, что все веншвел должно быть у вас консистент. Если у вас что-то не веншвел консистент, то у вас сломана ваша бизнес-логика приложения. Вы должны бизнес-логика перестраивать, иначе у вас availability реально недостижим. Они очень напирали на кап-теорему в свое время. Говорили, что меняйте мозги приложения. Но что-то не особо синхронный мастер-мастер. Такая эзотерическая. И на самом деле я, малой человек, с вами достаточно соглашусь, что на самом деле даже если вы думаете, что вы это делаете правильно, скорее всего вы это делаете неправильно. То есть очень много случаев, когда было приложение, которое могло так работать. Там действительно, как Костя сказал, люди очень как-то это все развели аккуратненько, что у них нет конфликтов. Или они как-то сами резовываются. Но потом пришли другие люди, написали еще какие-то фичи, и все сломалось. И проблема, что если мы пишем на два узла одновременно, и у нас база данных потом разбежалась, то как ее сводить к одному эталону, это бывает очень долго и грустно. Потому что в отличие от простой мастер-стрейн репликации, где всегда мы можем сказать, окей, репликация сломалась так, что ее не починишь, давайте мы просто реинициализируем слейв с мастера и побежим дальше, то когда у нас данные писались долго упорно на две разные ноды, такого уже не сделаешь. То есть вот так. Следующий момент. В MySQL есть еще такая штука называется semi-synchronous репликация. Кто такую штуку использовал? Semi-synchronous все использовали. Я не думаю, что все использовали. Вы, молодой человек, очень хорошо думаете о людях. На самом деле, что такое semi-synchronous репликация? Это репликация по-прежнему асинхронная. Надо это понимать. Это не синхронная репликация. Но в репликацию добавлен такой маленькая особенность теперь, что когда мы записали данные на мастер, мы подтверждаем коммит транзакции только когда данные были переданы на слейв. То есть это позволяет нам получить определенные гарантии, что если у нас вдруг мастер упал дата вот прям после коммита транзакции, тем не менее она не потерялась. На самом деле тоже есть пара разных вариантов этой репликации. semi-sync, дальше в MySQL 5.7 появилось то, что называется lossless semi-sync. Но я в эти детали вдаваться не буду. Следующая особенность MySQL репликации. Что MySQL репликация по историческим соображениям обросла куча разных опций, что ее можно сделать совершенно разным образом. С точки зрения координат MySQL репликация тоже поддерживает на текущий момент целых два вида. Во-первых, старая MySQL репликация поддерживала позицию, что мы когда с мастера указываем позицию на мастере, мы просто указываем имя файла binary log и позицию в нем. Была вот такая очень простая модель. Если неправильно указали, сам дурак. Проблема с такой позицией это то, что если мы хотим делать какой-нибудь failover или взять слейв и подключить его как слейв от другого слейва, было все делать очень сложно, потому что нужно было все эти координаты не синхронизированы на разных узлах и как их пересчитывать не всегда тривиально. Поэтому в новых MySQL версиях есть поддержка то, что называется GTID. Global Transaction Identifier. То есть это идея то, что каждая транзакция получает свой идентификатор и соответственно каждый узел знает, какие идентификаторы транзакции он выполнен, а какие еще нет. соответственно каждый узел может подключиться к любому другому слейву и начать получать те транзакции, которые он еще не выполнил. Это позволяет автоматизировать очень многие процессы с майской репликацией топологии, но при этом он достаточно непросто понимать, его может быть если что-то сломалось GTID, если какой-то узел считает, что он транзакцию выполнил, на самом деле у него данные по какой-то причине старые, то разбираться с этими тонкостями бывает часто очень непросто. Давайте тоже проведем пол. Кто GTID использует? Окей. Ну а кто не использует GTID? Кто знает, что он использует старомодную репликацию? Окей. Ясно. Остальные, я так понимаю, не знают, что используют. Так, хорошо. Давайте тогда сразу мы поднимаем ручки, еще что-нибудь спросим. А кто использует row репликацию? А кто statement использует? Всякое бывало. Окей, хорошо. А кто не знает, чем row отличается от statement? Окей. Значит, это тоже надо объяснить. Отлично. Ну MySQL что? Mixed mode. Mixed mode, да. Я просто все пытаюсь упростить, Костя, упростить. А или Б, что хочешь. не бойся, я про это еще скажу, а потом еще добавлю, что это совсем не так. Ну ясно. Так, с точки зрения, опять-таки, MySQL сложен, кроме того, что стал сложен за последние 10 лет, скажем так. Кроме того, что мы можем указывать, как у нас работают позиции MySQL репликации, мы еще можем определить, что именно у нас реплицируется. Традиционно в MySQL репликация была сделана очень просто. Сказали, давайте, вот у нас отпишутся все update statement, давайте мы просто их будем писать в binary log и мы их будем проигрывать после этого на слайве. И это на самом деле будет очень классно, потому что у нас statement часто коротенькие сами по себе, даже если они меняют множить многие десятки тысяч строк. И это была первая реализация репликации в MySQL. у нее есть свои достоинства, но и есть определенные недостатки. Например, что некоторые запросы на обновление не всегда у них один и тот же результат. Например, если мы делаем delete from table limit 10. Какие 10 строчек надо удалить? А неизвестно какие. Может быть на мастере на слайве у нас удалятся совершенно другие строки. Со временем нашлось и было много таких проблем. И был добавлен новый режим репликации, который называется row-репликация, в котором вместо непосредственно statement, в котором модифицируют данные, записываются непосредственно операции модификации строчек. Нам нужно взять эту строчку найти в табличке и заменить ее вот этой строчкой. То есть это режим репликации row, который с одной стороны более надежный, с другой стороны он часто генерирует значительно больше данных для репликации. И вот здесь, как Костя обращает внимание, есть еще такой гибридный режим, который называется mixed, который говорит, что некоторые statement, которые безопасны для репликации, мы их будем писать как statement, а некоторые другие statement, которые потенциально по какому-то причине опасно писать как statement, мы их будем записывать как row event. То есть сейчас MySQL поддерживает целых три варианта репликации. Более того, если кому-то еще не хватает сложности, мы еще в MySQL можем описывать несколько вариантов, какой у нас row формат будет использоваться. Мы можем сказать, что мы хотим записывать полностью имидж столбца, мы можем записывать полностью строчек, которые мы модифицируем, мы можем записывать например, только те колонки, которые меняются и есть еще какая-то другая опция. То есть на самом деле, если есть желание что-нибудь потюнить, MySQL репликация просто предоставляет очень много возможност провести ночи или целый уикенд. Про топологию мы уже с вами поговорили. Я забежал вперед немножко. Ну и с точки зрения репликации и ее производительности. на самом деле до MySQL 5.5 включительно у нас MySQL репликация делалась в один поток. Ну и конечно это плохо и медленно. То есть особенно с учетом того, что за последние годы у нас у серверов обычно много ядер, много core. И часто получалось то, что у нас на самом деле MySQL Cluster как мастер и много слейвов он упирался не в то, сколько может обработать мастер, а в то, сколько мы реально можем среплицировать через один поток. В MySQL 5.6 появилась у нас репликация параллельная. Но скажем так не очень хорошая. То есть она позволяла реплицировать параллельно разные базы данных. То есть есть у нас какой-нибудь мы делаем себе SAS проект. У нас много пользователей, где каждый из них живет своей маленькой базулечки. То это на самом деле хорошо позволяло решить проблему. Если же у нас есть одна таблица, в которой идет очень и очень много записей, то MySQL 5.6 эффективно такую проблему не решал. Потому что запись в одну таблицу всегда проходила в один поток. Ну и наконец в MySQL 5.7 у нас появилась реально параллельная репликация, где теперь даже запись в одну таблицу может выполняться параллельно. да. Да, там есть некоторые скажем так сложности, некоторые разницы непосредственно. Но по большому счету и MariaDB новой версии MySQL 5.7 они поддерживают репликацию, где параллельная репликация можете в одну и ту же таблицу. Надо сказать, что в MariaDB параллельная репликация появилась несколько раньше. где-то как раз в период между тем, как был выпущен MySQL 5.6 и 5.7. С точки зрения репликации MySQL репликация очень простая. Она по своей себе решает только задачу, что мы реплицируем данные. Непосредственно задачу failover и управления она не решает. Для этого издавна были разные тулзы для этого. Например, MHA написан ребятами из Facebook, я так понимаю, использовался им и многими другими, позволяя делать failover с мастера на slave. Есть такая тулза еще MySQL failover, которая была написана своими ребятами из Oracle. Я, честно говоря, не видела, чтобы сильно она использовалась. Как, MySQL failover часто видишь, нет? Не очень? То есть есть, но редко используется. Ну, хорошо. Ну, и в последнее время мы видим, что очень популярный такой тренд, это тул, который написал такой человек, как Shlomi No, называется Orchestrator, который на самом деле позволяет управлять майческой репликацией весьма удобно. То есть можно либо работать через API или Command Line, либо у него есть такой простенький графический интерфейс, где можно смотреть, как у нас топология репликации работает, можно перемещать сервера в топологии, как они сделаны просто через drag and drop. Также он интегрируется с каким-то файловером, если звук пропал. Это я? А, все есть? А, окей. Хорошо. Вот. Вот так вот. То есть если кому интересна новая модная штука, как делать файловер майческой репликации, я бы советовал посмотреть на orchestrator. Ну и среди наших перконовских тулзов я уже упоминал, одна из продуктов, над которым мы работаем называется перконом Monitoring Management. В нем в том числе есть мониторинг репликации, который показывает там дилей, показывает нам насколько у нас работают там разные треды. Ну вот, в данном случае у нас там репликация остановлена, поэтому например майческой репликации дилей она никакая. О, мне это напоминает еще одну важную хорошую практику, о которой я чуть не не забыл рассказать. Что еще нам позволяет делать майческую репликацию, что на самом деле делать не очень хорошо. Она нам позволяет на самом деле писать напрямую на слейв. Правильно же? То есть мы можем взять написать напрямую на слейв и запороть там данные и вообще об этом никогда не узнать. Вот поэтому чтобы этого избежать, вот, что делать не надо. То есть это не надо говорить разработчикам туда писать нельзя. Потому что это не работает. Что имеет смысл? Имеет смысл слейв обязательно конфигурировать как read-only. Причем интересно, что в MySQL сейчас как все с репликацией делается сложно. В MySQL есть не только одна read-only опция, есть две read-only опции. Одна опция называется read-only, которая позволяет блокирует запись на данный узел для всех кроме рута пользователя. Но поскольку некоторые герои дают супер привилегии своим девелоперам, а потом едят кактус, то есть еще одна опция, которая называется super read-only, которая запрещает доступ на запись на сервер для всех, включая рута. рута. А снять ее можно, но обычно девелоперы могут не знать, что ее можно снять. Это всегда незнание, это обоюдо острое ружье. Следующий тип репликации, который имеет смысл знать, называется MySQL групп репликации. Что это такое? MySQL групп репликация от Tools, которая появилась на самом деле позже Galera, и во многом я думаю она основана на тех же самых идеях и сделана я думаю отчасти по причине успеха этой технологии. Но в чем она интересна, то что она базируется не на какой-то отдельной библиотечке, а на MySQL репликации стандартной. То есть она использует для репликации те же самые event, те же самые binlog она сейчас в GA работает как плагин для MySQL 5.7 но откровенно говоря, хотя на GA я бы назвал достаточно ранним еще продуктом можно посмотреть сколько в каждой MySQL версии разных багов фиксится для групп репликации. В чем отличие от MySQL репликации? То, что в группе репликации нет у нас непосредственно мастер slave репликации, у нас есть просто группа, в которой нас принадлежат хосты. Транзакции любые, которые мы пишем на этот нод, они только коммитятся, когда они успешно подтверждены majority нодов в соответствии с протоколом Paxos, если кто читал умные книги, знает, что это такое. Ну и соответственно, если у нас нету кворума в кластере, то узел записи не будет применять. Также у нас опять-таки похоже, как и в галерии, есть такая концепция, как flow control, так что в отличие от MySQL репликации, которая может отставать бесконечно долго, кластер он работает так, чтобы ноды у него все не отставали. Если у нас идет слишком много записи, то он ее притормаживает, чтобы не было такого, что некоторые узлы в кластере отстают бесконечно. Ну и соответственно опять-таки здесь если какой-то узел при репликации обнаруживает, что он неконсистентный, у него там место кончилось на диске или другие проблемы, он вываливается из кластера, так что они куда более хорошо сделаны. С точки зрения конфликтов. Конфликтов, поскольку здесь у нас используется уже синхронная репликация, или как-то синхронно неправильно было бы, это называется Virtually Synchronous Replication. Она делает как бы синхронную сертификацию, но не синхронное применение данных. Это означает то, что мы можем избегать в данном случае конфликтов. То есть здесь мы как раз таки уже можем писать на оба мастера и конфликтов не будет. В каких-то случаях конфликты будут обнаружены, у нас одна из транзакций откачана, такого, что мы успешно записали на двух узлах, а дальше данные оказались похерены, такого не будет. Ну и опять-таки за счет всего этого она представляет нам куда более простой failover. Поскольку у нас есть группа с равноправными членами, то failover делал значительно проще. Значит по умолчанию группа репликации работает как? Что у нас один из узлов он выбирается как read-write, это узел, на который мы пишем, остальные узлы по умолчанию read-only, с них надо только читать, но мы можем это сконфигурировать так же, как и галеру, где у нас все узлы позволяют, чтобы на них можно было писать и читать. Какие у нас сейчас есть ограничения? Во-первых, это по-прежнему в MySQL группе репликации и на DB-кластер не включено автоматического провизжинга. То есть, если мы хотим, чтобы мы добавили узел в кластер, он как-то сам синхронизировался и побежал, такого пока нет. И то же самое нужно ручками делать рекорд сломанных нодов. Да, то же самое должно, то же самое, как с майской репликацией. Что? Нет, опять-таки, идея тут то же самое, как догонять, то же самое, как майской репликация. С точки зрения, если мы хотим поставить их в разных узлах, то сертификация происходит с majority узлов. Это значит, что для большинства узлов вам нужно, чтобы тот сервер, на который вы записали, сумел туда обратиться и получить в ней сертификацию. То есть, понятно, то есть требует network round 3 в данном случае. То есть, в данном случае такие вещи, как майской группы репликацией или галера обычно их используют либо в дата-центрах, которые каким-то образом достаточно близки. То есть, пинг между которыми не очень большой. Иначе получается достаточно дорого. дата-центрах такая особенность есть, опять-таки забегая вперед, сравнивая с галерой, то, что в MySQL группы репликации пока что нет возможности сказать, что я хочу, чтобы у меня никогда не читались старые данные. То есть, такой возможности пока нет. У нас есть flow control, чтобы ограничить, насколько у нас может оставать узел. Но то, что всегда читать только последние данные, такой у нас нет. Следующий продукт, о котором мы возможно слышали, называется MySQL InnoDB Cluster. Что это такое? Это на самом деле такое решение, где у нас есть гру... Короче, вот это как о нем говорит MySQL Marketing. Он умеет все. Что это на самом деле? На самом деле MySQL InnoDB Cluster включает в себя групп репликацию, включает в себя MySQL Shell. MySQL Shell это новый такой команд line Shell для MySQL, который позволяет, который может использоваться для конфигурации. И продукт такой, как MySQL Router, который работает для управления трафиком. Ну и на текущий момент я бы сказал, что сейчас он как бы считается тоже GA или stable MySQL InnoDB Cluster. На самом деле у него есть функциональность во многих случаях достаточно базовая. Например, MySQL Router он еще не настолько продвинут по фичам, как Proxy SQL или Max Scale для управления трафиком. Что-то спросить хотел? Я хотел спросить, насколько ты хочешь, чтобы тебе задавали вопросы во время перерыва. А, нет, давайте, участвуйте, задавайте вопросы во время. Нет, ну вот некоторые не стесняются нас тут задавать вопросы во время. То есть даже те, кто стесняется, вы не стесняетесь? Да, да, не стесняйтесь. Ну хорошо. Двигаемся дальше. Percon X3DB Cluster и Galera. Да, такие технологии. Но Percon X3DB Cluster, соответственно, это наш продукт, Galera это библиотечка, которую он использует. Что это представляет? Опять-таки похоже на MySQL групп репликацию. Виртуальная синхронная репликация работает обе эти технологии, используя и на DB. Storage Engine и только и на DB таблички реально требуют в обоих случаях. У нас все чтения в данном случае локальны, поскольку каждый из узлов имеет всю копию данных. У нас репликация работает параллельно в Percon X3DB Cluster еще даже с достаточно старых бородатых лет. мы можем писать на каждый узел, хотя при этом есть некоторые тонкости с тем, как работает управление транзакциями. в отличие от групп репликациями, в PXE в него встроен провижение. Если я поднимаю узел, говорю, узел станет членом этого кластера, он сам автоматически копирует данные, синхронизируется и становится полноправным членом. сравнивать, меня спрашивают, есть же Galera, и вы делаете Percon X3DB кластером, чем это на самом деле отличается? Я на это смотрю как. Если вы используете Linux Distributive, у него есть ядро, это очень важный компонент, но это еще не все. То же самое и Galera. Galera это библиотечка, которая очень важна и выполняет много разных функций. Но в Percon X3DB кластер мы добавляем много разных других вещей. Инструменты для провизжинга с Percon X3 бакапами, для load балансинга с прокси SQL, которые мы все интегрируем, тестируем, чтобы они все хорошо вместе работали. Здесь у меня для PXE есть даже несколько таких интересных картинок. Как у нас работает PXE? Что вообще любое Galera решение. Что у нас есть некоторые узлы, которые работают через технологию group communication, которая реплицирует все изменения. Мы можем писать и читать на любой узел. На всех узлах есть полная копия данных. Все узлы у нас в данном случае они эквивалентны по своей структуре. И значит, что у нас не требуется какой-то специальный менеджмент ноут или подключать какой-нибудь еще штуки. И у нас получается, что нет в таком концепте одной точки отказа. Чтение у нас всегда локальное происходит. Не требуется никакой сетевой коммуникации для чтения. Что очень хорошо. И вообще с точки зрения чтения он ведет себя точно так же, как обычный MySQL, который стоит сбоку. Использует то же самое на DBStoreGension, план, все то же самое. Интересно здесь вот что. В PerconXRB кластер мы можем на уровне всего узла или на уровне сессии включить causal reads, когда у нас все чтения будут ждать, чтобы все сертифицированные транзакции с мастера были с supply. И в таком случае у нас не читаются никаких данных, которые не текущие. То есть это нам стоит чего-то, но получается, что мы можем иметь кластер, где мы приходим на любой узел и всегда на нем получаем актуальные данные, что очень удобно для серьезных приложений. И что особенно интересно, что мы можем это делать на уровне сессии тоже. Например, если у нас бегут запросы аналитика, где не критично, чтобы данные были самые-самые последние, то мы можем эту опцию выключить для данной сессии и читать данные чуть старые. С точки зрения записи мы можем писать либо на один узел, либо на все узлы. И обычно это зависит от вашего приложения. Если приложение очень часто модифицирует одну и ту же строчку или одни и те же данные, то в такой модели репликации, где используется оптимистичный контроль транзакции, у нас увеличивается число дедлоков. Если вы включили репликацию PXC, где вы пишете на все узлы одновременно, у нас очень много происходит дедлоков, из-за них роллбаков, возможно, вам требуется изменить настройку приложения, где вы будете писать только на один узел. Что еще важно понимать, что коммуникация в PXC на самом деле как и в группе репликации происходит только на коммите. Поэтому часто имеет смысл, если вы делаете несколько апдейтов, обернуть их в транзакцию, это будет происходить быстрее, так как несколько все эти апдейты будут сертифицироваться как одна единая сущность. Но у этого есть свои ограничения. Если мы пытаемся взять огромную транзакцию, например, которая делает миллион модифицированных строк, то во-первых, сертификацию будет происходить долго, что неэффективно. Во-вторых, чем больше транзакции сертифицируется, тем более вероятность конфликтов и вероятность того, что транзакция не будет сертифицирована и будет откачана. Что значит сертифицирован? Я использую это слово несколько раз, я его не совсем еще объяснил. Сертификация означает то, что транзакция, которую кластер через свою группу коммуникаций решил, что эту транзакцию можно коммитить. Здесь у меня еще то, что написано, что асинкрон аппликейшн, что это такое. Я про это скажу еще на следующем слайде. Это говорит, что несмотря на то, что у нас транзакции сертифицируются синхронно, дальше они всего лишь попадают в определенный буфер и после этого они уже будут применены над данными с какой-то небольшой задержкой. Давайте посмотрим более детально, как это работает. Здесь мы рассматриваем всего два узла. На самом деле узлов обычно у нас в кластере больше. Видите, что они названы мастер и слайв. Как это связано с тем, что все они равноправны? Дело в том, что здесь мастер и слайв выбираются для каждой конкретной транзакции. Тот узел, на который вы пишете, он будет мастер для этой транзакции, которую пишут на него. Остальные, на которые эта транзакция принята, они слайвы для этой транзакции. Итак, у нас происходит транзакция. Здесь информация о транзакции шлется на все узлы. Дальше происходит сертификация. Сертификация происходит на самом деле локально на основании данных, которые проходят через группу и в зависимости от того, прошла она сертификация успешно или нет, у нас происходит коммит или роллбэк транзакции. Здесь вот что интересно. На самом деле у этого транзакции происходит параллельное ее применение на слайве. и на самом деле на самом деле что очень здесь интересно, что в большинстве случаев у нас получится, что здесь мы закоммитим транзакцию быстрее. Но в принципе если есть экзотический случай, никто нам не говорит, что на самом деле наш слейв не закоммитит транзакцию сертифицированную быстрее, чем наш мастер. В теории это тоже возможно. Здесь меня часто спрашивают а что случится с этим узлом, если он транзакцию сертифицировал, а после этого у него что-то произошло, не смог применить, место кончилось на диске и так далее. То в этом случае если узел сертифицировал транзакцию и после этого он не смог ее закончить, применить, то ему ничего не остается, как просто завершить выполнение выйти из кластера. То есть если ты не сможешь закомменить транзакцию, которую сертифицировал, то приходится выходить из кластера. Да. Я тебе позадаю каверзные вопросы. Давай. Значит смотри, вот ты упомянул про эту историю со стейл ридз. Это такой вопрос и комментарий. Но я так понимаю, что в любом случае это не сериалайзабл. То есть можешь как-то прокомментировать вот это отсутствие стейл ридз и сериалайзабл как они между собой соотносятся. На самом деле оно не сериалайзабл. Я могу сказать, что делает и что не делает Percon XRB кластер. Во-первых, если мы говорим сериалайзабл, как делается сериалайзабл в InnoDB. Сериалайзабл у нас говорится, что мы делаем lock in share mode для всех строчек. Все чтения у нас вместо того, чтобы использовать MVCC на DB, они будут теперь делать локи на все строчки, которые читаются. Правильно? Вот. Здесь это не поддерживается. Почему? Потому что вот эти вот select-ы они выполняются только локальные и локи требуются только на этом кластере. Поэтому можем сделать select lock and share mode, а с другой стороны у нас кто-то может продолжать писать и потом они могут быть прекрасно сертифицированы. Здесь отсутствие stale read отмечает очень простую вещь. Что вот здесь мы делаем event. это применяем. На самом деле если вот мы пришел у нас например в какой-то бета точке зрения чтения, то мы смотрим, что у нас есть event, который был сертифицирован, но еще до конца не apply. Мы соответственно будем ждать до того, как он применен. Это вот то, что модель консистентности, которую PXI поддерживает. Второй вопрос. Что там с галерой при ноль и что вы вообще думаете про галеру как базис для перкона extra db? Будете вы переходить на группу репликацию? Не будете? Ты говоришь про галеру 4. На самом деле я скажу вот что. Прежде всего, что мы со стороны перкона поддерживаем как группу репликацию, так и PXI. То есть с точки зрения нашей поддержки. По-другому звучит. Будет ли перкона extra db кластер основан в будущем на галере? Это хороший вопрос. На самом деле я не могу здесь дать какого-то однозначного ответа. То есть мы смотрим на технологии, как они развиваются. На самом деле на данном этапе группа репликация достаточно еще сыровата. В ней есть не все фичи, которые есть в галере. Что у нас будет? Поэтому можем сказать, что понятно в 5-7 у нас используется галера, в 8 у нас как минимум будет поддерживаться как галера, так и майской группы репликация. Что будет дальше? Я не могу пока сказать. Мы будем дальше продолжать поддерживать галеру технологию, или мы будем работать, как можно перенести приложение на группу репликация технологию. Наверное, ему надо сразу оставить микрофон, чтобы у него был. Да, было бы удобно. Один такой вместо 150 человек. Я же тут один вместо 150 человек. В случае есть у нас запрос с записью таймстампа, время у нас в разных где-то UTC у нас серва, где-то у нас в московском часовом поясе. Как будет проверяться консистенция СИОС? Нет, ну, скажем так, утверждение первое, что можно, конечно, очень много извращаться, но лучше всего держать ваши сервера, мастер слейв в одной временной зоне и держать время на синхронизировано с NTP. Это как best practice, скажем так. А если слейв затормозил? Ну, то есть, если слейв затормозил. Если слейв затормозил, даже ничего с таймзоном не делает. но слейв транзакцию выпустил. Смотри, то есть, если у нас делается таймстамп, таймстамп, он останется в этом случае на мастере и записывается уже стейтмент, как таймстамп значение. Соответственно, при репликации он будет соответственно иметь то же самое таймстамп значение. У меня все, спасибо. Окей, хорошо. Ладно, окей, продолжаем. Кворум. Кто тут интересовался, что происходит в случае. Ну, в самом простом случае, если у нас три узла, то же самое у нас может происходить с большим числом узлов. Если у нас узел видит, что у него нет кворума, то в случае галеры он говорит все, я не писать на меня нельзя, ни я как бы врать не буду, у меня уже последних данных нет, поэтому чтение с этого узла тоже будет завершаться с ошибкой. Следующий момент. Как у нас работает добавление узлов. Если мы хотим новый узел добавить, то дата копируется либо через то, что называется snapshot state transfer или incremental state transfer, соответственно, это передается у нас полностью данные, либо только изменения с последнего раза, в зависимости от того, мы подключаем пустой узел, или же просто узел, например, который мы зашатдаунили, чтобы там ядро обновить и теперь через полчаса поднимаем. И после этого, когда он закончил, он включается в кластер и, соответственно, принимает на себя запись и чтение. На самом деле другой важный момент с high-wability это как мы управляем трафик. Мы можем посмотреть, что у нас есть MyScore клиент серверный протокол, он говорит нам, вот ты пойди на такой-то IP и законнектиться. Правильно же? Если этот IP у нас падает, то плохо, нужно как-то этот, то есть сам по себе клиент, у него нету возможности, он не знает, что на самом деле там было несколько вариантов, куда можно коннектиться. Соответственно, у нас есть несколько подходов к этому. Один из подходов, с которым следует сказать DNS. DNS на самом деле я бы не советовал использовать для MyScore High-Wability по многим причинам. Я бы здесь указываю только по той причине, чтобы сказать не используйте DNS, будут разные проблемы. Многие люди используют простые тулзы, например, HAProxy или Elastic Load Balancer, которые хороши, тем, что они простые как палка, они работают просто с простым TCP IP портом. Мы их можем направить на один сервер, если он упал, перенаправить на другой быстренько. Все работает. Следующий, у нас есть более продвинутые раутеры, которые уже понимают чем-то MyScore протокол. Во-первых, есть MyScore раутер. Чем он хорош? Тем, что это официальный продукт, который Oracle делает. Поддержка, тестирование, совместимость со всеми версиями MyScore. Все это классно. Но проблема заключается в том, что достаточно базы пока фичи у него есть. Я даже не знаю, какие у него крутые фичи есть основной версии. Что? Не помнишь? То есть он достаточно простой. Кто им использует MyScore раутер, кстати? Что? MyScore раутер не open source? Что? Нет, MyScore раутер open source. Правильно я говорю? Или нет? Да, окей, видишь? Вот. Значит, у нас есть еще как бы там не open source или не совсем open source решение, как scale arc, max scale, которые имеют разные степени продвинутости функции, но у них есть вот такой недостаток. Ну и вот proxy SQL это достаточно новое решение, но которое многим сейчас нравится, потому что с одной стороны оно знает MySQL протокол, с другой стороны оно 100% free open source, у него есть куча разных фич. Вот. Кто-нибудь использует proxy SQL? Что? Ну MySQL, да, да, но это как бы из этих, из... Да, да, есть был MySQL proxy. MySQL proxy, он как бы уже много лет не поддерживается, поэтому я про него не говорю. Вот как бы от MySQL, MySQL раутер, это как бы в каком-то смысле идейный наследник MySQL proxy. Вот. Со своей стороны мы сейчас активно очень интегрируем proxy SQL с PXE, что нам позволяет получить высокую доступность, всякие фичи вроде мультиплексинга, кэширования, делать read-write сплитинг. И вот что мы сделали еще, это интегрировали его с такой тулзон называется proxy SQL admin, где, грубо говоря, используя одну команду, вы можете сказать, как вы хотите вообще кластер использовать, чтобы у вас все записи, чтобы вы писали и читали со всего кластера, со всех узлов, или чтобы все записи шли на один узел, а чтение раскидывались по остальным, или же вы вообще хотите чтение и записи, чтобы у вас шла только с одного узла, и кластер использовать не для масштабируемости производительности, а только для обеспечения высокой доступности. То есть все эти три режима, которые использовать и переключать очень легко. Где proxy SQL или другие load balancer вообще можно деплоить? Один такой подход, что мы можем его разместить где-то в центре или как-то на выделенном сервере и управлять трафик через него. Понятно, что в этом случае нам нужно посмотреть, чтобы нам не создавать единую точку отказа, каким-то образом или иметь их две версии, две как минимум здесь, либо каким-то образом от другим делать. Следующий момент, что мы можем еще делать, мы можем иметь несколько вот таких вот проксис коалифиров, которые задеплоены на аппликейшене. На самом деле может показаться сначала странным, но у этого есть такие пары интересных преимуществ. Во-первых, что здесь нет точки отказа, потому что аппликейшен серверов много. Если у нас локальный проксис коалифер упал, значит один аппликейшен сервер не работает, наш HTTP load balancer перестанет на него слать трафик. Во-вторых, в данном случае у нас не увеличивается сетевая лейтенция, потому что у вас аппликейшен сервер говорит с локальным узлом, там сетевой лейтенции нет, только локальная TCP или Unix Socket лейтенции, и у вас только одна сетевая лейтенция. То есть такой подход бывает быстрее. Проксис коалифер мы тоже интегрируем с нашим PMM, где можно здесь есть специальные дашборды, которые нам показывают много разной статистики. Про Percoin X3B Cluster следует сказать, что мы сделали нового интересного версии 5.7. Мы много очень работали над разными возможностями, чтобы он был более безопасный использовать и более масштабируемый. Не более масштабируемый, более безопасный. То есть мы добавили пару интересных режимов. Один из них называется PXE Safe Mode, который не знаю, что я написал, наверное, странный. Prevent you from visiting. В общем, короче, наверное, спал мало. Имеется ввиду то, что этот режим вам не разрешает использовать те возможности кластера, которые не до конца совместимы. Например, использовать mySAM таблицы, что на самом деле не работает, но в стандартной галерии ошибок не дает. Или же создавать таблицы без первичных ключей, использовать такие и другие возможности. Следующий момент интересный, это encrypt PXE traffic. То есть очень многие люди сейчас говорят, как бы нам запустить кластер, так, чтобы у нас весь кластер и трафик всегда использовал encryption. То есть в галерии это можно было сделать, задавая пять разных опций. Сейчас мы это интегрировали с MySQL 5.7, который уже создает автоматические ключи сертификации, ключи для SSL. И просто включаешь одну опцию, у тебя начинает использоваться за encryption и трафик. Ну и другие прелести. В частности, мы достаточно много поработали над изменением, как убрали контеншн в ряде мест в галерии, что получил на самом деле очень неплохо. То есть даже на таком небольшом числе коннектов, как 16, 64, если у вас есть высокая много записей идет параллельно, то новая версия существенно быстрее, чем старая версия. Ну и разумеется, мы тоже Percon X3DB кластер интегрируем с нашим PIMM на текущий момент. Следующий момент, который можно сказать. Мы говорим про репликацию. Прежде всего это с точки зрения доступности. А если нам нужно еще и масштабировать запись с такой технологией как PXE. Но здесь подход точно такой же, как в майской репликации. Что делают Facebook и другие организации. Они используют шарлинг и майскую репликацию. Понятно, что мы можем использовать шарлинг и Percon XRDB поверх Percon XRDB кластеров то же самое. Какие у нас вещи здесь интересны, но нужно обратить внимание использовать Percon XRDB кластеры. И на DB Storage Engine первичный ключ на всех таблицах. Избегайте больших транзакций. Я бы сказал, что больше 100 тысяч строк модифицированных на одну транзакцию это плохо. И планируйте размер данных так, чтобы для вас SST не представлялось собой сюрпризом. Потому что я помню, у нас есть один клиент, у которого сделался 15-терабайт Percon XRDB кластер и у него сеть всего 1 гигабит. Соответственно, если нужно добавить узел в кластер, чтобы сделать SST, то 15-терабайт лить через 1 гигабит, как вы понимаете, это очень медленно и грустно. Но опять-таки это уже вопрос о капасти плане. Еще интересная вещь, что Percon XRDB кластер, как и другие подобные системы, у нее есть определенная проблема с горячими строчками. Что это значит? Что если мы модифицируем одну и ту же самую строчку, то в итоге мы не можем сделать одно изменение чаще, чем Network Roundtrip в кластере. Понятно, потому что нам нужно каждую независимую транзакцию сертифицировать. Правильно же? И вот одна строчка будет являться строчкой сериализации, точкой сериализации для наших транзакций. Поэтому если у вас возникают горячие строчки, то часто имеет смысл какой-то изменения дизайн схемы. Например, типичный пример Counter. Counter, если мы их активно инкрементируем, создают горячие строчки, возможно, можно использовать такую классическую схему, где вместо одной строчки мы обновляем одну из нескольких строчек, а потом для select их суммируют. MySQL какого-нибудь специального типа, который был бы каунтер, которые хорошо работают с синхронной репликацией, пока что не представляет, поэтому приходится делать это все ручками. Если вам интересно по этим двум презентациям сказать, вот Percon XRV Cluster и Galera похожи друг на друга, то на самом деле есть интересный вебинар, который делал один из наших ребят Кенни, сравнивая Percon XRV Cluster и Galera. Можете посмотреть или послушать, или посмотреть слайды достаточно и интересно на мой взгляд. Ну и теперь еще напоследок для этой презентации несколько других топиков, о которых мне просто обязательно вам рассказать. Во-первых, про наш очень любимый Percon Monitoring Management. Кстати, господа, вам нужно знать вашего местного героя, Алексей, встань, который не только отец-основатель GoCommunity в MySQL, но он также работает над Percon Monitoring Management, конечно, поэтому если у вас есть какие-нибудь глюки или какие-нибудь фичи, которые вам очень хотелось, вы можете сразу напрямую идти. Что? Да, заносить, не только через меня. Что на самом деле такое Percon Monitoring Management? Это наша тулза, которая опять-таки полностью открытая open source, которая сфокусирована на мониторинге баз данных, простота инсталляции и так далее, и тому подобное. Почему мы стали делать этот продукт? Потому что на самом деле простых в использовании и хороших систем для мониторинга баз данных их не так, их просто, грубо говоря, нет. То есть есть системы, которые либо коммерческие, либо клауд-системы, что тоже, скажем так, коммерческие, либо предлагается взять ручками собрать разные классные компоненты, что на самом деле для многих поискли проблематично. Покажу несколько примеров, что у нас PMM может делать для мониторинга. Например, по запросам у нас есть тулза, которая показывает запросы, которые создают нагрузку на сервер баз данных. Мы можем посмотреть, какие у нас запросы создают большинство запросов. Дальше мы предлагаем тоже инструмент, где можно посмотреть детально, почему эти запросы создают нагрузку. Например, про этот запрос можно посмотреть, что у него 10% идет от операции ввода-вывода. Соответственно, если я захочу заапгрейдить машину, добавить памяти, чтобы у нас диск не использовался, скорее всего, производительность этого запроса увеличится процентов, улучшится процентов на 10. Да. То есть это аналог того, что делает 5 query digest. Да, на самом деле идея примерно те же самые, но если 5 query digest он агрегирует лог и делает это как бы один раз, то здесь мы можем посмотреть многие вот эти вещи в динамике. То есть вы можете понять, этот запрос просто раз в полчаса взлетает, например, или же это что-то постоянно идет. Он всегда тормозит или только иногда. Ну и понятно, что это делается регулярно, само по себе обновляется с веб-интерфейсом. Дальше вот чего у нас нет в 5 query digest. То же самое мы сделали простую интеграцию с explain, с табличками, которые используют запрос, для того, чтобы девелоперы или DBA могли взять и посмотреть, что делает этот запрос на все на одной страничке, все, что нужно, чтобы его оптимизировать. То же самое у нас есть интеграция с информацией о системе. Это делается с такой тулзой интеграции Percona Toolkit. Кто-нибудь Percona Toolkit знает? О, есть куча рук. Это хорошо. Ну и кроме нашего инструментария для работы с запросами у нас есть такая встроенная графана. Графана кто-нибудь знает, любит, использует? О, много рук. Отлично. Вот встроенная графана, где у нас есть много информации как по операционной системе, железе, так и то, что происходит на уровне базы данных и можно идти достаточно глубоко, копать и так далее. Ну и что еще интересно, если вам лень пока ставить, но хотелось бы поиграться побольше, у нас есть веб-сайт pmmdmpercon.com там, наверное, где-то 20 разных хостов, с которыми можно поиграться, посмотреть, как оно работает. Кто-нибудь про PMM до этого слышал? Ну, некоторые слышали. Кто-нибудь ставил, игрался, нет? Вот, ну, хорошо. Хорошо. Так, вот, еще пара слайдов. этот слайд меня просили пропустить, поэтому про него я говорить долго не буду. Вот, но, я знаю, что у вас все хорошо, но мы вам предлагаем классную возможность продать друга задорого. Вот, если у вас есть друзья, вы их приходите и вы их, во-первых, задорого продадите, с другой стороны, одновременно отсчастливить. Это вообще продать и отсчастливить уникальный случай. Вот, и значит, еще что, мы делаем, мы делаем это, конференцию, то есть, если вам есть, что рассказать про открытые базы данных, как вы их используете, зачем. У нас сейчас идет сбор заявок на конференцию в Дублине. Дублин хороший город, много пива, так что подавайте доклады или просто приезжайте на конференцию. так вот. Ну вот, значит, с этим у меня все.